Программа предназначена для аудитории от 16 лет. 11.06 в Керой начинается программа «Дневной разворот». Традиционно в среду она звучит как «Урбан». Урбан. Программа о городских проектах. Действительно, это программа о городских проектах. И здесь в студии Владимир Сметанин. И Светлана Занько. Добрый день. Я надеюсь, что вы, наши слушатели, уже привыкли к тому, что именно по средам мы собираемся здесь, таким экспертным сообществом, и говорим о том, чем живет город, как он выглядит, что нам не нравится. И, собственно, что мы хотим улучшать в городском пространстве. Нет, ну, Володя, ну... Как-то слишком размыто, я представил. Это же не первый раз в Орбане что-то. Нет. Ничто нам не нравится. А как нам изменить? С какими методами, способами? Кто наши помощники? Кто наши помощники? Где деньги брать? Как активистов организовывать? Что администрация думает? Что правительство думает? То есть мы находим пути реализации проектов. просто предлагаем какие-то вещи, обсуждаем эти вещи, обсуждаем вместе со слушателями и экспертами. Мы не критикуем, стараемся. 211-101. Мы открыты для вас, наши слушатели. Если у вас будут реплики, мнения по ходу нашего разговора, то вы, конечно же, можете звонить, высказываться и задавать вопросы нашим гостям. Да, потому что я два дня настраивалась на наш нынешний Орбан, чтобы не критиковать. Я надеюсь, что я готова. То есть все праздники ты ходила, вынашивала какие-то... Молодь, потому что, ты знаешь, я вот 1 мая вышла во двор, собственно, у нас нет двора, но так, вышла почти на проезжую часть и прибралась. Я устроила субботник в одно лицо. В нашем подъезде никто больше не вышел. А ты мусор складировала как-то? Я все сделала, как надо. Да, все сделала, как надо. Поэтому я в этот момент, понимаешь, работала над собой. Я думала, в среду у меня Орбан, я должна любить людей. Помнишь, я тебе в субботу говорил о том, что если бы не мероприятие, ну, наше корпоративное мероприятие было в субботу, да, обучение. Если бы не оно, я бы обязательно вышел на общегородской субботник. Но грабли, кстати, я поднял из подвала. Да, вот я вы... Вот, уже первый шаг. То есть, уже сделал первый шаг. Вот тебе уже аплодируют наши гости. Тебе, который поднял грабли, а не мне, которая ими гребла. Да, уже аплодирует действительно Светлана Кейкина, эксперт регионального отделения Общероссийского народного фронта, ландшафтный дизайнер, организатор клуба «Авиатские сады». Светлана, добрый день. Здравствуйте. Константин Шарапов, активист регионального отделения ОНФ. Константин, здравствуйте. Добрый день всем. И Дмитрий Сергеев, уже хорошо знакомый нашим слушателям, сопредседатель регионального отделения ОНФ, координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Кировской области. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Дмитрий Валерьевич, у нас такой универсальный гость. Он по многим темам. Дороги, благоустройство. Да. Это и основное. Но надо понять, почему мы здесь пригласили представителей Общероссийского народного фронта. Собственно говоря, с их подачи тема сегодняшняя обозначена, потому что на прошлой неделе, когда мы здесь встречались, когда мы здесь встречались с представителями ОНФ, было озвучено, что они в течение некоторого времени встречались во дворах с гражданами, с жителями, для того, чтобы рассказать им о государственном проекте «Формирование комфортной городской среды». Мы об этом проекте тоже постоянно говорим, но сколько бы мы ни говорили, есть ощущение, что народ как не знал про этот проект, практически ничего, так и не знает. И вот сейчас вот, да, кивают головами наши гости. Несмотря на то, что городская администрация, в общем-то, активно информирует, да? Это у нас здесь информирует. Я не знаю, насколько, понимаешь, вот сайт, плюс там пишут об этом, безусловно, и СМИ, мы об этом без конца говорим, но вот как мы на прошлой неделе обсуждали, сошлись во мнении, что люди как не знали, так и не знают, и это грустно, потому что одним из обязательных условий реализации этой программы является соучастие и содействие населения в реализации. Если его не будет... Вовлекать нужно. Да, то и проекта не будет. Вот мы вовлекаем. Я просто хочу, поясняю сейчас вот этой длинной преамбулой нашим слушателям, почему здесь представители ОНФ. Вы это тоже поняли. У вас в ОНФ организован штаб, насколько я знаю, да? Центр мониторинга благоустройства городской среды. Не просто так. Единая Россия заявляет, что это их проект партийный. ОНФ что такое? Сейчас мне, Дмитрий, расскажет, что это значит. Вы никак не связаны здесь, да? Но вы их проект будете, получается... Это бюджетное денежное средство. Раз бюджетное денежное средство, то контроль, как общественная организация, мы его осуществили. А там хоть какая партия презентуете? Презенту принципиально. Позиционироваться, это как приоритетный нацпроект, да? Меня это очень устраивает. Я думаю, что многих тоже это очень устраивает. Давайте с этого и начнем. Во-первых, кто когда и куда поехал, сколько дворов вы объехали и с кем успели встретиться, давайте мы нарисуем такую картинку, как это сейчас выглядит, что люди об этом знают. С кого начнем? Давайте, наверное, начну. Константин Шарап. В апреле месяце я совершил две поездки во дворы нашего города вместе с представителями администрации Первомайского района, а также центра местной активности. Действительно хочется сказать, что, к сожалению, люди и наше население абсолютно не знают про данный проект и очень слабо осведомлены вообще о возможностях и путях его реализации, поскольку, может быть, основной контингент, который интересуется этим проектом, это, наверное, бабушки. Как-то так получается, что люди уже взрослые выходят, интересуются, спрашивают нас, что мы можем сделать, хотя по большому счету вся эта информация выложена и на официальных сайтах администрации. Давайте немножечко я просто сейчас еще скорректирую нашу беседу. Апрель месяц в Первомайский район. Почему Первомайский? Ну, я за Первомайский район отвечал. Вы отвечаете за Первомайский район, поэтому туда. Две поездки сколько дворов? Два двора. Заранее предупреждали? Как предупреждали? Да, действительно, заранее были жители предупреждены, соответственно, через центр местной активности. Ну, каким образом они предупреждали? Они стучались в каждую квартиру, они повесили листовки, объявления. Что это было? Нет, почему? С ответственными за дома, старшие по домам, они информировали уже всех граждан своего дома, что будет проведена встреча. Они отчитались, сколько квартир они обошли? Да, конечно. И кого предупредили? Это очень важно. Понимаете, каким образом оповещалось население? Там, видите, ситуация такая получается, что при реализации данного проекта составляется протокол, на котором участвуют, естественно, все жители, и под роспись должны все поставиться. Они должны. Они должны. Это я понимаю. Но просто как на самом деле сделано, мы сейчас вот и выясняем. То есть, хорошо, старшие по домам получили от центров местной активности информацию, каким-то образом они ее распространили. И вот вы приехали в один двор и во второй двор. Дома какие в этих дворах? Многоквартирные? Да. Что из себя представляет? Многоквартирные дома. Девятиэтажки, пятиэтажки. Что это? В моем случае были пятиэтажные дома. Поскольку во дворе домов? Не понимаю. Бывает, что один двор, три дома. Бывает, один дом. Нет, у меня был один дом. Один дом, один двор. Хрущевки такие пятиэтажные? Хрущевки. Стандартные. Все, мы представили, что это такое. И вот из этой хрущевки сколько народу выходило на встречу? Вы знаете, на первой встрече было порядка 25 человек. И на второй встрече тоже порядка 20 человек. Но это немало, мне кажется. Правда? Если инициативных 20 на дом, пятиэтажку хрущевки. Если это стандартная хрущевка. Дом на 60. Квартиру от дома подъезда. Подъезд вешал. Ну и с каждого подъезда поактивному. И вот вы говорите, пожилые люди в основном выходили. Да, как правило пожилые. Те, кто интересуется именно инфраструктурой вокруг своего дома. А в какое время, простите, вы приезжали? Вечернее время. Ну так, чтобы и после работы можно полететь. Чтобы им было самим удобно. Доступна была встреча. И как начиналось сообщение? Что вы, какую информацию начинали доносить? Ну, вы знаете, жители, конечно, так реагируют сначала с непониманием. Вроде бы какие-то деньги могут выделить власти. Они впервые услышали? Нет. Ну, в любом случае, Центр местной активности, я так понимаю, что информирует их в данном проекте. Поэтому они знают информацию, но знают ее так достаточно опосредованно. То есть не в полном времени. Что-то слышат, но не полностью. Ну, то есть, тем более, они ничего не предпринимали. Не предпринимали, да. Ну, может быть, там по предыдущим проектам и какие-то участия принимали. Но вот в силу этого проекта еще не было ничего. И как устраивалось ваше общение? Ну, прежде всего, мы рассказывали об общих цифрах, которые выделены государством. Это 20 миллиардов рублей на реализацию данного проекта, на благоустройство наших дворов. Дмитрий Валерьевич, наверное, озвучит. Ну, 187, кажется? 170. 170 с небольшим, да. На город Киров конкретно. На город Киров, да. В целом на регион 285. Вот. И мы об этом рассказываем. Люди интересуются. Значит, говорим им сначала цифры, а потом рассказываем именно о реализации данного проекта. То, что необходимо составить определенный перечень документов, собрать его. Вот. И впоследствии направить его в территориальное управление по месту проживания, по месту нахождения дома. Вот. Люди интересуются, сразу же начинают подключаться к этому вопросу. И максимально интересуются, а как, а где. Мы им рассказываем, что наша организация, вообще Российский Народный Фронт, всегда готова помочь. А конкретную помощь в составлении документов? В составлении документов. Должно это все делали? Да, мы можем действительно оказать и помощь в составлении документов. Можем впоследствии как-то и поспособствовать в реализации данного проекта. Это конституционные услуги. Может быть, будут какие-то заминки, какие-то проблемы. Поэтому я думаю, что... Да, у нас есть телефонный звонок. Давайте примем его. До паузы, да, небольшой. Алло, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Вера Даровских. Я председатель совета дома, город Киров, улица Кратина. Ой, как замечательно. Ну и что, вы попали в эту программу? Я вот что хочу сказать. Я узнала об этом конкурсе случайно в новостях канала городского. Пришла в администрацию города Кирова, отдел по благоустройству. Мне сказали, идите в Единую Россию. Они занимаются этой темой. Я пришла в Единую Россию. Сейчас быстро очень постараюсь сказать. Да, да, пожалуйста. Вот. Единая Россия, да, 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 это наш проект. Пишите заявление. Затем, значит, через некоторое время мне снова звонят из приемной Единой России. Мне сказали, что нет, мы этим не занимаемся. Идите в теруправление. Я пришла в теруправление. Но мне дали положение о конкурсе. Теперь, значит, отправили в управляющую компанию. Управляющая компания Ленинского района на Комсомольской 43. То есть таким скрипом, так недоброжелательно, кое-как помогли там кое-что оформить документы. И в конце концов сказали, что это не наша работа, мы не обязаны вам помогать. И когда я приехала, чтобы сдать документы снова в теруправлении, мне сказали, а что ж у вас ни одной печати нет. А я в управляющей компании просила, говорю, поставьте печати, наверное, как-то надо заверить. Сказали, не надо, не надо никаких печатей. Но в итоге я так и сдала. Без печати 20 страниц подготовленного материала, подписи там все, все, что надо было сделано. И теперь я не знаю, когда, что будут развиваться события. Но вы сдали все-таки, да, этот документ? А скажите, Вера, вы когда сдали эти документы? Это была пятница. Пятница. Прошедшая... 28-й получается, предыдущая пятница? Так, апрель. 21-го пятницу я сдала. Вера, 21-го апреля вы сдали документы еще раз на двор по адресу? Улица Красина, дом 50. Улица Красина, дом 50. Вам что сказали? Вы успеваете каким-то образом попасть в программу? Да. Да, сказали, все в порядке. В этом году? Да. И вы сейчас что, что это за... Ну, сказали, ведь будет конкурс, и выберут вас, не выберут. Но учитывая, что мы пятый год пытаемся как-то двор отремонтировать, не знаю, повезет, не повезет. Вера, вы, пожалуйста, да, к вам есть вопрос у Дмитрия Валерьевича Сергеева. Да. Добрый день. А вот центр местной активности с вами, как со старшим по дому, с председателем работает, знаете ли вы о такой структуре? Я знаю эту структуру и знаю, что она находится у нас в Доме культуры и космос. Но, в принципе, нет, мы не работаем. И лично вы не знаете руководителей, руководителей центра местной активности? Я встречала эту женщину, но вне контакта. Но, в общем, вы не контактировали по этому поводу. Нет, по этому вопросу нет. Я все сделала сама. Вот меня так футболили, но все-таки я добилась, сделала и сдала. Потому что у нас очень больная тема, у нас вообще асфальта нет. Вы, пожалуйста, трубку не кладите, если меня слышит редактор, пусть она запишет ваши координаты. Да, пожалуйста, оставьте меня. Спасибо. Мы сейчас уйдем буквально... Вот смотрите, вот то, что в реальности происходит. Да, мы услышали. Да, и мы принимаем ваши звонки 211-101 после минутного перерыва. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Урбан. Программа о городских проектах. Продолжается программа Урбан. Здесь в студии Светлана Занько и Владимир Сметанин. И наши гости Дмитрий Сергеев, Константин Шарапов и Светлана Кекина, представители регионального отделения Всероссийского народного фронта. Тема следующая. Формирование комфортной городской среды, как извлечь максимум из программы по благоустройству дворов. И начали мы с того, что рассказываем, как активисты УНФ помогали жителям Кировской области разобраться с проблемами при подготовке проектов по благоустройству. Вот нам Константин Шарапов рассказывал, как встречался с жителями Первомайского района в апреле месяце. И основные тезисы, люди мало что знают об этом проекте. Не понимают, кому он, чего он, какие документы нужны. И, в общем, такой ликбез там происходил. Я бы хотела в перерыве совершенно закономерный вопрос. Светлана задала. Что, собственно, а что... Подразумевает собой. То, что денег много выделяет, это круто. Вроде должны были все взволноваться и подумать, что да, сейчас как двор-то нам забабахают. Тут как в Москве минимум. Да, красота, чистота, деревья, лавочки, фонарики симпатичные какие-нибудь. Однако, давайте четко скажем, что включает в себя этот проект по благоустройству дворов. Я имею в виду этот конкретный формирование комфортной городской среды. Давайте я отвечу на вопрос. Давайте, Дмитрий. Значит, у нас в программу могут входить обязательные виды работ. Это у нас асфальтирование, это у нас скамейки, это урны, это освещение. И также по желанию жильцов могут быть какие-то еще дополнительные работы включены в эту программу. И вот по дополнительным видам работ ограничений никаких нет. То есть это может быть и детская площадка, и парковка, могут быть элементы какие-то инфраструктуры. Единственное, в чем здесь отличие, по дополнительным мероприятиям должно идти софинансирование самих граждан. Так, еще раз, еще раз, внимание. Асфальт на какой территории во дворе? Что имеется в виду? Тротуары и подъездные пути? А парковки? Парковки нет. Парковки не входят. Все, тротуары, подъездные пути, ни о каких парковках речи не идет. Фонари в случае отсутствия фонарей. Либо ремонт, либо... Лавочки в случае отсутствия лавочки. То есть это косметический ремонт двора. То есть это тот минимум, который должен быть сделан обязательно. Дмитрий, это косметический ремонт двора, правильно? Если у вас нет асфальтового покрытия, ну это, наверное... Да. Ну тут элементы капитального все-таки есть. Необходимые, самые элементарные вещи, чтобы не переломать ноги вечером, и чтобы пожилому человеку было где присесть, если он устал. Это самый минимум. Это не минимум, это то, что подразумевает проект. Все. А вот дальше, о чем вы говорите, о чем, наверное, Светлана мечтала бы, да? Да, деревья, какие-то красивые клумбы, и странные фонари симпатичные, да? Это только на условиях софинансирования. То есть люди, которые выиграли, попали в эту программу, они говорят, окей, мы хотим еще это, это и это. Да, вот как у нас сейчас голосование на сайте Хакерова идет и в группе ВКонтакте. Мы спрашиваем, для того, чтобы мой двор считался благоустроенным, чего нам достаточно? Положить асфальт, поставить лавочки и урны, исправить освещение, высадить деревья, разбить клумбы, оборудовать детскую площадку, просто прибираться и поддерживать чистоту. 75% говорит, необходимо все вышеперечисленное, чтобы считался двор благоустроенным, понимаете? Каждый восьмой бы, вот на странице ВКонтакте, каждый восьмой проголосовавший был бы доволен, если бы просто там асфальт появился. Ну вот, то есть, да, но тем не менее, что такое благоустроенный двор? Да, когда встает вопрос о софинансировании, Дмитрий? Ну, то есть, люди говорят, мы попали, окей, теперь мы хотим площадку, это вот смета, а как? Вначале они должны определиться, что они хотят, а дальше они уже участвуют в конкурсе, и попадают, либо не попадают. То есть, это до того, как они попали, они должны определиться, что вы хотите. Но вот до 21 апреля, как мы выяснили, последний день подачи заявлений на этот год, они должны были сдать целый перечень документов, провести обследование дворовой территории, составить акка обследования территории, представить дизайн-проект благоустройства, представить локальный сметный расчет стоимости работ, общим собранием собственников помещений принять решение в виде протокола, где есть следующая информация, обращение с предложением по включению, утверждение дизайн-проекта, перечни работ, форма участия, финансовое и трудовое, условие включения, кучу всего должны были сделать. Вы это, Константин, кстати, объясняли? Но все вот это принести и до 21 числа сдать. И тогда, и вот в этом еще заявление должно было быть написано, мы хотим еще вот это и готовы софинансировать в какой части? В городе Кирове определено в размере 20%. 20% от смет. Вот они осметили все? Только дополнительные работы. Дополнительные работы. И говорят, 20% мы готовы софинансировать. Или уже сразу какую-то бумажку финансовую приложить, что? Вот мы деньги собрали. Ну вот на сегодняшний момент механизм такой, что должны уже быть выставлены какие-то договоренности, скажем, с управляющей компанией, что она собирает эти денежные средства, и они должны быть аккумулированы. То есть тоже какой-то документ должен быть, и деньги уже должны быть. Ну, порядок должен быть понятен, что эти деньги будут собраны, да. Какие-то гарантии должны быть. А гарантии еще раз, что выступает? Какое-то понимание, что эти денежные средства будут собраны. Не понимание, а какая-то бумага должна быть, да? Например, включены, и должно быть принято решение общего собрания, во-первых, Потому что, опять же, продолжала Константина, что когда мы встречались на дворовых встречах, некоторые говорили, а нам это не надо, и мы платить за это не будем. Например, вот Константин говорил, что те люди, которые говорили, что у меня дети выросли, у меня детская площадка... Это вот у меня на встрече было, когда подошла женщина, сказала, у меня дети выросли, я за детскую площадку платить не буду. Почему я должна? Или у меня машины нет, я за парковку платить не буду. Почему здесь вот этот вопрос, он очень важный? Это общедомовое имущество, то есть территория дома. И пока люди между собой не договорятся, что они здесь будут делать, естественно, никто со стороны не может прийти и их обязательно заставить, либо что-то сделать на их территории. А там еще кроме софинансирования же, вообще там еще должно быть, также в протоколе общего собрания написано, что обязательно последующее содержание за счет средств собственников. То есть мало то, что построите, вы еще и содержать должны. Вот это условие тоже должно быть. То есть в реальности это уже не 20% там, да? А каждый год. Если это на вашей территории дома, то, соответственно, бремя содержания уложится на собственников. Здесь у нас это норма жильчного законодательства, мы от нее, наверное, никуда не уйдем. Давайте мы сейчас еще таким способом поступим. Мы сейчас у Светланы Кикиной спросим. Вот у вас, как у жителей, сейчас в момент обсуждения, представления этой темы у нас в программе возникли какие-то вопросы? Вообще нереально. Все. Точка. Выключаем микрофон. Но на самом деле слишком много всего нужно собирать. И мое-то было предложение. То есть это нужно проектные семинары проводить. Но в доме должны быть три человека, которым это нужно. И все. То есть если есть три человека, которые готовы заниматься благоустройством, они собирают тех людей, кому нужно представители мам с детьми, представители пенсионеров, представители автолюбителей, то есть представители. Чтобы учесть интересы. Да, все интересы. И они придумывают, а что мы хотим здесь. Вот у нас сейчас такой вариант получился с эко-двориком «Синяя птица». Это где? Аптека первая. На Ленина. Упрощенная форма была. А вот для автолюбителей нужно. То есть собрали, что они хотят. И постарались это разместить на листочке. То есть иногда же проект, нужно же что-то нарисовать, нужно же очень много страхов. Нарисуйте просто на листочке, как вы хотите, хотя бы кружочками. Здесь мы хотим, чтобы это было, это, это, это. И пусть на это посмотрит управляющая компания. У нас была не управляющая компания, а ТОС. То есть они взяли все схемы, где какие коммуникации и все остальное. И они посмотрели, здесь вот это нельзя, но можно сюда передвинуть. То есть мне кажется, можно проще все это делать. То есть если есть одна, ну как бы инициативная группа, они собираются, решают, что им нужно. Собирают, вот. И денег иногда не нужно на все это. Мы можем растения, если сажать, то мы можем саду привезти растения. У нас их там много. Это при условии, Светлана, если есть время. Вот проблему, которую обозначили с самого начала нашей программы, и вы, да, это время. Не было времени на все это, правильно? Не было времени. А напомните, когда вообще стало известно-то о том, что будет реализовываться программа? В конце прошлого года. В конце прошлого или зимой этого уже? Нет, в конце прошлого года. А в январе этого года уже по некоторым категориям проекта должны были быть поданы документы городской администрации, правительству и дальше. Об этом здесь Вячеслав Николаевич Симаков рассказывал. То есть, грубо говоря, полгода на все про все, да? Здесь, может быть, Киров находился в несколько выигрышном положении, чем другие регионы. Потому что этот проект ведь по всей стране запущен. У нас была программа поддержки местных инициатив. И очень много проектов, которые... Да, она есть еще. Ну да, она действует, да? Я имею в виду то, что она стартовала гораздо раньше. И у нас уже очень много проектов были созданы под эту программу, которые в прошлом году не попали в финансирование. И вот эти проекты, я думаю, что они сейчас в первую очередь и стартовали здесь. Они легли в основу. Они все готовы им только. И принести в администрацию. Даже можете не стесняться, Дмитрий, говорить, я думаю. Это сейчас риторика изменилась городских властей и по поводу конкурса и так далее. Я не знаю, лукавство это или нет, но вообще-то в январе месяце должны были быть поданы уже какие-то списки и какие-то проекты. Я не знаю, как сейчас конкурс изменит ситуацию, но по сути здесь было сказано в этой студии, что в основу легли проекты по ПМИ. Ну уж потом надо было отрабатывать вот эту форму, которую вдруг нахлобучили и сказали, ага, конкурс еще обсуждения должен быть. И эти обсуждения, я сама на них присутствовала. Они выглядели просто как протокольные обсуждения для галочки. Потому что так-то вот я еще послежу за этим домом по красе на 25. Может, они, конечно, в ППМИ участвовали и вдруг попадут, но я очень сомневаюсь. Честно, не хотелось бы гражданам врать. Вы меня сейчас такого скептика, пожалуйста, может быть, как-то развеете мои сомнения. Но у меня ощущение, что уже в январе было известно, какие конкретно дворы лягут в основу этой программы. Именно потому, что нужно было предоставить какие-то проекты. И вот они, слава богу, были по ППМИ. И здесь, кстати говоря, никто не обижается, потому что эти люди годами собирали кто-то по несколько лет информацию. Они работали, они достойны того, чтобы попасть в эту программу. Только тогда мы сейчас не будем в этом разбираться. Непонятно, зачем эти обсуждения в мае месяце. Но вдруг я не права. Давайте я отвечу на вопрос. Или все-таки после рекламы, наверное. Давайте после рекламы. Давайте после рекламы. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Урбан. Программа о городских проектах. Программа Урбан. Мы сегодня будем нашу тему формирования комфортной городской среды обсуждать в течение двух часов. У нас будет смена гостей еще. Ну а пока у нас по-прежнему Дмитрий Сергеев, Константин Шарапов и Светлана Кекина. Все представители Общероссийского народного фронта. Кстати, мы не сказали о том, что всего по городу 140 заявок поступило в городскую администрацию на ремонт дворовых территорий. Буквально в конце апреля она была опубликована на сайте городской администрации. И до 25 мая специальная конкурсная комиссия должна отобрать те проекты, те дворы, которые действительно будут воплощены в жизнь. До 25 мая. А прием заявок закончился 21 апреля. Напоминаю. Мы тут активно подискутировали в перерыве о том, что зерно сомнений, Светлана. А как без него-то? Внесла. Январь. Было все известно и так далее. Дмитрий Валерьевич хотел пояснить все-таки. Прокомментировать. Вот то, что Светлана говорит, это правильно. То есть, если даже дворы не попали сейчас, то программа у нас пятилетняя. Первый год всего решили реализацию. Это мы с вами в перерыве обсудили, что я правильно сказала. Давайте я напомню. До перерыва я выразила сомнение, что вот эти заявки, которые до 21 апреля принимались, они вообще будут еще как-то рассматриваться. Потому что у меня, если мне память не изменяет, есть ощущение, что уже в январе месяце на основе программы ППМИ были выбраны дворы. И в марте там назывались какие-то цифры. 52 двора отобрано, 56 дворов отобрано. Тут всплывает цифра, которая, вы говорите, 80 кому-то мерещилось. 80 всплывала цифра. Это когда говорили, что если сэкономят какие-то средства, то еще добавят там дворов. То есть мы не очень понимаем. Вот сейчас никто из нас здесь с достоверностью не скажет, как процесс шел. Нам точно не расскажут. Мы можем только поднять историю наших программ, покопаться и выложить. Если это важно. Вот на мой взгляд, и в этом мы сошлись, Дмитрий, с вами. Это не так важно сейчас. Потому что эти люди, которые попали с проектами ППМИ в эту программу, достойно того. Они делали, трудились. У них там есть смета, у них есть там двор, у них есть желание, софинансирование уже есть и прочее. А те, кто 21-м поднапрягся и что-то сделал, даже если они сейчас не попадут в силу, не знаю, каких причин, ни в нашей программе обсуждать, то они уже готовы будут поучаствовать в программе на следующий год. Поскольку, напоминаю, она рассчитана на 5 лет. Но еще раз, об этом Вячеслав Николаевич Симаков много раз говорил, если мы хорошо себя покажем в этом году. Да, есть условия. Есть такое? Мне об этом неизвестно. Из тех источников, которые я читал, то есть таких каких-то ограничений там нет. Да, то есть сумма на следующий год, она не определена. Но то, что программа пятилетняя, это было заявлено из уст министра строительства и ЖКХ Российской Федерации, министерства, которые курируют этот проект. Нет, ну логично предположить, все-таки, раз федеральный центр выделяется эти деньги, он же потом должен как-то отмониторить, как, собственно, они потрачены-то были, что сделано. И вот здесь тоже представители Общероссийского народного фронта заявляют, в пресс-релиз у меня лежит распечатанной с вашего сайта, что мало того, что вы сейчас попытались как-то людей подготовить к этому проекту, сообщить им информацию, вы еще и будете мониторить исполнение проекта. Каким образом? Отслеживать ход реализации непосредственно уже во дворах. То есть это сроки выполнения работ в дворовых территориях, а также их качество. А когда напомните? Должны начаться уже непосредственно уже? Значит, пока нет обраны. То есть у нас победитель 25 мая. То есть летом должны начаться работы, и в этом году вся работа должна быть закончена. А потом дальше, опять, суета начнется, определение подрядных организаций. Здесь конкурс на условиях. Раз это бюджетные средства, то есть только... Там есть два пути, по которым могут идти местные органы власти. То есть это либо через управляющую компанию, выделение грантов, субсидий, либо это отбор какого-то оператора на территории муниципалитета, который будет через себя осуществлять эти конкурсные процедуры. Но в любом случае это конкурс. А вы будете сроки исполнения этого конкурса тоже мониторить? Обязательно. Чтобы не затягиваться, чтобы что-то успеть. Во-первых, здесь для нас нужен будет отклик от самих граждан. То есть во все дворы, может быть, мы не сможем попасть. Но когда есть информация от людей о том, что у нас срок такой-то, на сегодняшний момент к работам не приступили, у нас есть, скажем, опасения, что будут выполнены в срок. Либо уже сроки прошли, да. То есть вот по таким обращениям, конечно, мы будем сразу выезжать. А вот тут, Дмитрий Валерьевич, хороший вопрос. Сейчас я этот плюс тоже напомню вам. Вот на примере Веры, которая нам позвонила с улицы Красина, 25, которую пинали, извините, из одного заведения в другое, из теруправления, куда там ее? В партию. В партию «Единая Россия». И по кругу она прошлась, да, там, может быть, не один раз. Вот вдруг счастье такое попадает Красина, 25, в программу. Как ей, с кем ей взаимодействовать по контролю? Куда ей попадаться опять? Она опять по кругу пойдет? Или она может конкретно в УНФ прийти? Ну, конкретно в УНФ прийти. Скажите, куда она должна пойти? 25, 18, 22. 25, 18, 22. Телефон либо сайт. Либо сайт. Чтобы просто круги ада не проходить еще 10 раз, а точно знать. А вот в этом же сообщении на вашем сайте говорится о том, что жители, с которыми вы встречались, высказывали опасения, сделают, отремонтируют, асфальт положат, но потом какая-то коммунальная авария подземная, и все это разроет обратно. Да, вот Светлана, Светлана, прям подземная. В ходе, скажем, отслеживания, в ходе реализации этой программы у нас была не только эта проблема, да, то есть инженерные сети – одна проблема. Проблема по освещению дворовой территории – еще одна проблема, да, то есть вот эти проблемы мы на сегодняшний момент просто озвучиваем, обсуждаем их. Почему? Потому что программа, еще раз скажу, не на один год. То есть какая проблема с освещением? На сегодняшний момент у нас старые дворы в основном запитаны от сетей городских, то есть жители за освещение своих дворовых территорий не платят. А должны? А должны. А они об этом знают? Все новые дома у нас запитаны освещение от ВРУ дома, то есть жители уже платят за освещение своего дворового территории. Новые – это с какого года запитаны? Ну вот те дома, которые на сегодняшний момент мы строим, вот уже такие технические условия, то есть они запитаны от внутридворовых ВРУ. А новые микрорайоны через Тепруды, там, Солнечный берег, они тоже там… И люди-то в курсе, что они платят за это электричество? Да. А в старых дворах, вот в пятиэтажках, не в курсе? Нет. И, соответственно, раз мы создаем систему освещения в этих домах, то есть если это уже существующее, и мы ее ремонтируем, кто должен платить? А если там два столба стоят, она оставит третий. И кто будет за третий платить в дальнейшем электричество? То есть вот эта проблема, она на сегодняшний момент пока не решена. Она нами выявлена, она нами озвучена. Кому? На уровень правительства Кировской области озвучена, на федеральном уровне озвучена. То есть здесь нужно решение какого-то одинакового для всех. То есть не может это в каждом дворе решаться индивидуально. То есть правила игры должны быть для всех одинаковыми. А люди не знают, вы скажите честно. Они знают или не знают в этих дворах? Нет. Люди не знают. Не знаю. И до сих пор. Интересная ситуация, да. Вот у нас просто время 5 минут до окончания этой части Урбана. Хотелось бы Светлане просто дать еще слово, чтобы она свою точку зрения высказала. Ну я по поводу посадок скажу. Конечно. О зелене. Кстати говоря, про городской садовник тоже расскажите, что за историю у вас произойдет. Наш клуб «Вятские сады», мы вообще собирались в разных форматах и решали вопрос, как мы будем озеленять территорию. Ну то есть мы хотим, чтобы вокруг нас было меньше пыли, меньше шума, больше ароматов, больше зелени. И чтобы мы могли выходить и гулять в своем дворе около своей работы, ну если есть там час. Вот. И кто это будет делать? Мы решили, что мы сами. И начинать с себя. То есть мне это нужно. Я хочу выйти 1 мая и прибрать. И не ждать никого. И не там. И тогда что делать, если я хочу посадить? Потому что везде коммуникации. Кого? Кого вы садовала посадить собрали? Хватит. Кто мой самый главный садовник? Вот. Мы... Деревья посадить хотим. Да, деревья посадить хотим. И клубы. Есть. Все планы коммуникации, они есть. И в управляющей компании. Все прорисовано. И с одной стороны мы можем, как собственники жилья, прийти и сказать, я хочу, чтобы в моем дворе было посажено это, это, это. А второе, я хочу, чтобы было благоустроено вот так-то, так-то, так-то. Я собственник, я пришел, а вы должны мне это сделать. Вот. Соответственно, они, мы не можем, вот вам, пожалуйста, карты плана, делайте сами, мы вам мешать не будем. Это уже хорошо. Если мы вам не мешаем, уже хорошо. Вот. И тогда, зная, где там копать не будут, вот сажаем там. Это в первую очередь. Но второй момент, что есть растения, у которых неглубокая корневая система, и они не будут мешать там. Коммуникации. Коммуникации. Их можно откопать и потом снова посадить. Да. Вот. Соответственно, мы берем из неглубокой корневой системы кустарники, либо низкорослые деревья. Вот. Третий момент, пожалуйста. Какие вы наивные. Думайте, сохранят вам это все. Ладно, я не буду мешать, у нас позитивная программа. Вот. А и третье, что нужно заботиться не только о том, чтобы, ну, там, какие-то декоративные растения росли, а нужно, чтобы еще и птицам, кормление птиц, насекомых происходило. Так. Вот. Соответственно, это плодовые и ароматные растения необходимы. Вот. И это у нас есть все в садах, поэтому мы можем, вот. Вопрос в том, что если я выкапываю у себя в саду и переношу в город, то где антивандальная схема и вот вообще что делать, чтобы никто не выкапывал это больше. Вот. Так это хорошая история. Стоп, Светлана. Мы просто нашли... Отдельный эфир этому посвятим. Вот то, что вы нашли, мы с вами обсудим отдельно с вами. Сейчас интригу сохраним. Хорошо. Когда вы собираетесь, скажите мне, семинары делать вот в рамках городского садовника? Вот. Наш клуб, мы сделали курс «Городской садовник». Два года мы над ним работали. То есть через свои сады, через, там, в других городах. И каких успехов добились? Нет, погоди, давай когда семинары... Мы отдельно сделаем программу, потому что некогда сейчас. Они готовы, и в этом году вот на «Синей птицы» на экодворике у нас будут пилотные. Вот начнутся сейчас май, и все лето у нас будут у них проходить на их базе этого двора. Будут курс «Садовник». Для кого? Для активистов этого жилого комплекса. Это конкретно в одном дворе, пока вы обкатываете эту программу? Ну, потому что от других дворов пока заявок не было. Заявок не было. А если придут? Мы с удовольствием. То есть мы квартал 119, да, красивый Киров. Мы хотели и там тоже сделать. Но пока просто не обсудили, какой этап и время, даты. А тут мы уже знаем, что вот у нас шесть запланированных встреч с активистами. Конкретно этого двора? Конкретно этого двора. Понятно. Пока, то есть это не такая немассовая история, но какие-то зачатки у нас наконец-то появляются. Потому что есть пример Питера, есть пример Москвы, Перми, где этот курс постоянно идет, он востребован, нужен, на него приходят. В общем-то мы готовы его тиражировать. Но нужно, ну так скажем, прецедент создать. Ага. Ну тогда это отдельная действительно будет тема. Сейчас мы завершаем. Первый час урбана. У нас времени уже не остается. И давайте еще раз напомним просто телефон, который вы, Дмитрий, озвучивали уже. 25-18-22. Это телефон регионального штаба Общероссийского народного фронта в Кировской области. Если вопросы возникли к нашим экспертам по этой программе, неважно, вы подавали заявку, не подавали, собираетесь подавать, пожалуйста, по этому телефону звоните и до встречи какие-то будут вас проконсультировать. Но мы еще не прощаемся с представителями ОНФ. Да, с той же темой и уже с новыми гостями мы вернемся через 20 минут.